У нее длится, мне кажется, стресс, возможно ли, такое уже 6 лет. 6 лет назад она рассталась молодым человеком, и уже никаких попыток у нее нет. Вот как вы говорили, он уже и к гадалкам, и к астрологам обращалась. Ей сказали, что у нее в прошлой жизни была судьба монашки, и она очень... Помогли астрологи, да? Помогли, и она очень мнительная. Знаете, у них у астрологов хорошая есть фраза, несколько хороших фраз. Одна из них, например, осеннее пальто можешь не покупать. Хорошая фраза очень такая, добрая, помогает, помогает очень. Она очень поверила этому. Другой астролог ей сказал, что она в прошлой жизни была монашкой, и что-то сделала не так, поэтому... И она очень склонна верить, но я переживаю за нее как... За ее состояние. Я не могу понять, это стресс или это уже у нее депрессия. Вот после этих вот слов она... Знаете, когда человеку говорят диагноз, но не говорят, как лечиться, это проклятие. Ну, я ей советую лекции слушать. Она лекции не слушает, но она молится, она читает священные писания уже где-то около года. Например, человек приходит к врачу, ему говорят, у вас полиартрит. И спрашивают пациента, а это излечимо? Он говорит, нет. Привыкайте к земле. Замечательно очень. Замечательная роль такого врача – рушить жизнь людей. Понимаете, лучше наоборот, диагноз не ставить, а сказать, что делать. Во-первых, человек чувствует себя лучше, потому что он не боится ничего. А во-вторых, он исправляется, то есть он параллельно вылечивается, и при этом не знает тяжесть заболевания. Это лучше, чем сказать тяжесть и не сказать, что делать. Понимаете? Это наоборот. Вот астрологи поступают так же. Они говорят тяжесть, но не говорят рецептов. Это означает, они просто обрекают человека. Поэтому не ходите туда, не надо. Это вам не поможет. А что делать уже? Вот она сходила, и у нее вот эти вот мысли. Я ей… Ну, вот лекции не в какую… Да, да, да. Она меня слушает. Вот ты поедь, спроси. У нее нет сил. У нее нет сил. Слушает лекцию. Да, она совсем уставшая. Она должна вас слушать. Вам нужна молитва. Нужно давать ей духовную музыку включать рядом с ней, пускай играет. Кормить ее освященной пищей. Она живет далеко от меня, я вижу раз в год. Водить ее в святые места. Возить, допустим, возьмите вместе отпуск. Если вы хотите ей помочь, реально, возьмите отпуск вместе, договоритесь. Повезите ее в святое место. Одной поездки будет достаточно, чтобы она ожила. Одной поездки всего. Неделя в святом месте, и все. И она оживает. Это единственное. То есть, все, что она молится, ей нужно только помощь. Она может неправильно молиться. Понимаете, если человек молится, а сам думает о своей судьбе, а не о Боге в это время, молитва не работает. Я вам рассказывал, как молитва работает. Надо от себя отвлечься и думать о святости. Лучше, чтобы, если кто-то рядом молился, чтобы сильнее получилось. Тогда у вас получится. А если вы молитесь и думаете, ой, мне плохо, я несчастный. Я несчастный, и молитесь что-то. Я в это время, я такая, плохая, несчастная. Это не молитва. Это пустая трата времени. Если у вас своя картинка крутится внутри, а вы в это время повторяете молитву, значит молитва не работает. Она работает только тогда, когда вы или через звук, или через свою память помните о Боге, а не себе. Лучше через звук, потому что память очень слабая у нас духовная. У нас нет сил. Лучше молитесь с кем-то вместе. Это вам больше поможет. Сто процентов. Она не прислушивается ко моей. Вместе с ней молитесь, садитесь рядом. Она не со мной живет, далеко очень от меня. Молитесь за нее. Сердцем связаны все люди вместе. Вы начинаете за нее молиться. Первое, что происходит, у вас в сердце чувство, что ей поможет. Второе, что происходит, она начинает меняться. Третье, то есть вы начинаете ее словами на нее влиять. То есть у вас сначала в сердце спокойствие появляется. Потом на второй стадии влияние. Вы ей звоните, она вас слушает и делает, как вы говорите. То есть вы ниточки соединили с ней. А третья стадия перемены в ее сердце. Спасибо, хорошо. Я много раз так проделывал. Она вроде бы меня слушает и говорит, да, да, все правильно. Да, я буду делать. Но я просто вот... У нее нет сил. Нет сил. А силы через ваше сердце к ней придут. Пробейте через сердце дорогу. То есть я... В памяти. В памяти своей. Хорошо. Спасибо большое. Чуть-чуть у вас двинуто уже. Вы что-то делали. У вас часть первой стадии есть. Чуть-чуть у вас есть чувство, что вы ей можете помочь. Чуть-чуть есть это у вас. Надо дальше туда двигаться. Помогать. Продолжение следует...